Меня уже представили, зовут меня Даниил, основное место два, как уже представили, это Матмех Санкт-Петербургского государственного университета, кафедра системного программирования и лаборатория языковых инструментов JetBrains, где я занимаюсь в основном своей научной деятельностью. Тема моего исследования, коротко если называть, она называется трассирующая нормализация, потом будет понятно, что это такое, нормализация в смысле лямбда-исчисления. И, наверное, я все-таки начну с того, что я чуть-чуть скажу про лямбда-исчисления, то, что... Я понял, что я и сказал, это именно нормализация. Да, ну, то есть я сейчас, я думаю, что я скажу некоторые вещи, некоторые вещи, может быть, повторю просто в тех словах, которые мне будут удобны. Вот, и очень быстрая предыстория, да, лямбда-исчисления было предложено Алан Сычорчевым в 30-х годах 20-го века, вот. И вообще он изначально разрабатывал просто некоторую модель, которая впоследствии оказалась противоречивой. Всего через 5 лет его же ученики показали, нашли в ней противоречивость, после чего Алан Сычорч предложил две модели. Это одна обозначена ULC. Это то, что сейчас называют нетипизированным лямбда-исчислением, чистым лямбда-исчислением, бестиповым лямбда-исчислением или просто лямбда-исчислением. Выбирайте любой термин, который вам нравится. Вот. И вторая модель через 4 года – это первая типизированная модель исчисления. Да, это простое типизированное лямбда-исчисление, где добавились типы, которые называются простыми типами. Это вот ровно те самые типы, которые состоят всего из двух вещей Это то, что называется базовый тип или ground type Причем, что является базовым типом, на самом деле неважно Это может быть просто какой-то абстрактный тип И стрелочный тип, то есть тип функции из одного типа в другой И дальше вы по индукции можете строить свои типы, сколько угодно большие Синтаксис у лямбда исчисления очень простой Я думаю, что все знакомы с грамматиками Это переменная, применение Здесь вы писали просто применение Я буду писать вот такую собачку Да, я буду писать собачки, потому что у меня термы будут представляться деревьями И собачка будет просто вершиной применения Поэтому мне нужен какой-то символ, поэтому собачку выпускать мы не будем И абстракция Абстракция это просто объявление функции, у которой есть один аргумент переменной x И потом некоторое тело Лямбда большая целая функция, а то, что написано на этой функции, как бы из x делает Ну, тоже, наверное, поставили из 3x Вот, собственно, больше в синтаксис лямбда исчисления нет ничего И когда мы хотим посчитать, что лямбда исчисления, ввести в него числа Списки, картежи, булевые значения Мы просто говорим, что давайте заведем терм И обозначим его как нечто То есть мы заведем некоторую интерпретацию на термах, которая будет обозначить нам некоторые данные Это примерно так же, как, знаете, в машине тюринга У вас есть данные, это просто наборы ноликов и единичек Вы их как-то интерпретируете Вот здесь вместо ноликов и единичек у вас термы И абсолютно неважно Здесь вопрос интерпретации данных Лямбда исчисления в таком виде, без типов Оно тюринг-полное На нем можно написать любую вычислимую функцию И все будет работать Простое типизированное лямбда исчисления В которое добавляются типы, простые типы Оно не тюринг-полное На нем далеко не все функции можно завести Это просто самое простое исчисление с типами Которые только можно придумать Потом есть еще огромная система Это, не знаю, лямбда куба, да, пожалуйста А можно, чтобы потом не будет здесь еще раз Палочка или собака, что это значит? Палочка это или Знаете, как задают грамматики Вот, значит, тип, да, тау Обозначим его тау Это либо йота, это некоторый базовый тип Неважно, какой Булевое значение натурального числа Просто какой-то базовый тип Либо тип стрелка Да, функция из одного типа в другой Вот И при типизации простого типизированного лямбда исчисления Есть два принципиально разных подхода Причем они эквивалентны в некотором смысле Это типизация по кари, типизация по черчу Вы знаете, что такое семантика, да, языков программирования? Семантика, да Это не множество моделей Это, ну, не множество моделей Но, грубо говоря, да, семантика программы Это ее смысл В некоторой модели вычислил Представление функции Да, не обязательно функции Но как-то Смысл семантики в том, что семантика Это просто некоторая функция, которая задает смысл нашей программе В любом языке В некоторой модели, в некоторой абстрактной машине Да, просто вот семантика задает программе смысл Сопоставляет любой программе какой-то смысл Это семантика главная Я не понимаю, что такое лямбда-ку Да, лямбда-ку Это, значит, синтаксис при типизации по кари У термов такой же, как в простом типизированном лямбда-исчислении Типов в синтаксис языка нет Вы берете любой терм на лямбда-исчислении И пытаетесь вывести его тип В случае с типизацией по черчу Типы явно присутствуют в лямбда-исчислении В синтаксис языка То есть каждый раз, когда вы пишете абстракцию Да, там, лямбда-икс Вам у икса нужно явно указать, какой у него тип Да, там, не знаю, из йот и в йот Вот, и только У кари типизации явно в языке нет И на самом деле это принципиально разные подходы Хотя, казалось бы, отличаются только в том Есть типизация в синтаксисе или нет Потому что в одном случае вы берете Все множество программ И говорите, у всех них есть смысл У всех у них есть семантика И потом вы откидываете с помощью типизации Те программы, поведение которых нежелательно По-русски, нетипизируемые программы Но при этом все остальные программы тоже имеют смысл Пустой Пустой смысл в данном исчислении В этом случае все возникает наоборот Сначала возникает семантика языка Вы явно вводите на уровне синтаксиса языка типы И только те типы И только те программы, которые синтаксически сошлись по типам Наделяются смыслом А где здесь для администрации такое правило, что тип первоком Это синтаксис Обычно здесь приписываются правила типизации Я их упустил Здесь, конечно, типы должны сойти В том смысле, что тип терма вот здесь Это должен быть тип из Тау-Фи А тип этого аргумента должен быть типом Тау Чтобы сопоставиться Но опять я повторю, что простое типизированное лямбдоисчисление Оно не теренполное Далеко не все функции можно в нем закодировать Это будет важно дальше Основные понятия лямбдоисчисления Это редакс То есть это просто пара из абстракции То есть лямбда икс чего-то И некоторого аргумента Причем эта пара, она Каждый терм можно представить в виде дерева В виде дерева у вас лямбда-зет, точка, потом все остальное Применение левый паттерм, правый паттерм И все заканчивается обязательно переменной Абстрактное синтаксическое дерево терма Как абстрактное синтаксическое дерево программы И когда у вас левым аргументом какого-то применения является абстракция То эта абстракция с правым аргументом этого применения Образует то, что называется редаксом И в лямбдоисчислении вычисление программы Вы написали какую-то программу, запустили ее на каких-то данных Вычисление это и есть поиск нормальной формы То есть такой формы, где не будет редаксов Устранение этих редаксов посредством подстановок Подстановок, да, это значит, что вы взяли некоторый терм И все вхождения переменной x в нем заменили на аргумент И основная аксиома лямбдоисчисления Это аксиома бета-редукции Которая вам говорит о том, что если у вас есть редакс То вы можете его устранить посредством подстановки И вот когда вы посредством бета-редукции Дойдете до состояния, когда у вас в терме не осталось редаксов Ваши вычисления закончились, вы получили ответ Форма, при этом терма называется нормальной формой Где нет ни одного редакса Сейчас мы об этом чуть-чуть поговорим Именно так, да, значит, вот редукция Если вы посмотрите вот сюда То, что произойдет Абстракция, у которой есть два вхождения переменной Внутри Аргумент нам нужно просто взять их и заменить Редакс при этом из дерева пропал Ну, зато появился новый Ничего страшного Значит, свойства Черчил-Россера Это то, что вы назвали теоремой нормализации Это нам говорит о том, что Ну, понятно, редаксов может быть много И свойства Черчил-Россера Говорит, что неважно, как вы их устраняли Если вы дошли до состояния Где в терме редаксов нет То это нормальная форма Нормальная форма, она у любого терма Если существует, она единственная Вот, но при этом она может не существовать Да, есть там известный омега-комбинатор У которого формы нет Нормальной формы нет Ну, омега-комбинатор Нет, это Y-комбинатор У него есть нормальная форма Омега-комбинатор Да, это там Применение там Ну, лямбда-XX Примененный к лямбда-XX Да, здесь есть ровно один редакс Если вы сделаете бета-редукцию Вам нужно вместо вот этих двух вхождений переменных Подставить лямбда-XX И если вы произведете эту подстановку То вы получите снова лямбда-XXX Примененный к лямбда-X.XX Тот же самый терм И если вы будете дальше вычислять Каждый раз он будет возникать И редукция никогда не закончится Вот Надо сказать, что иногда Нужно редукцировать Один редукция И никогда не закончится Да Вот При этом существуют разные стратегии редукции Как выбирать Какие редукции редуцировать Нам будет важно, что Существует стратегия редукции Которая называется нормальным порядком редукции Это выбор самого левого Самого верхнего Редакса в дереве Самый левый Да, самый левый Самый внешний Нет Самый левый Самый внешний Левый внешний Левый внешний Да Вот И если вы будете на каждом шаге Устранять именно этот редокс Если нормальная форма у терма есть Вы обязательно ее достигнете За конечное число шагов Нет Нет Такая стратегия называется Нормальный порядок редукции Ленивые вычисления Не нормализуют термы Хорошо Значит Давайте так Есть Отнимаем хлеб Значит Есть Слабые стратегии редукции И сильные стратегии редукции Они отличаются тем В какой форме термы Они завершаются Слабые Значит Слабые стратегии редукции Встречая абстракцию Сверху Считают ее Ответом Нормальной формой И не редуцируют внутри Да То есть Если у вас Как это Если вы Омегис Здесь припишите Лямбда Игрек С точки зрения Call by name Call by value Call by need Да То есть Ленивых вычислений Это будет Функция И вычислять ее Не надо Да Оно вычисляет Все до абстракции До функции Вот Если вы не дали аргумент Дальше вычислять не надо Есть сильные порядки редукции Которые Увидев лямбдочку Говорят Ну хорошо Я пойду внутрь В тело И буду искать редакса там Вот И Из сильных порядков Есть два Ну в основном Ну больше конечно Но в основном Выделяют два Это нормальный порядок И аппликативный порядок Но Вот главное Что нормальный порядок Существует Это самый левый Самый внешний редакс И Если вы так будете его устранять Как Как вот было в нашем случае Да Вот Это Самый левый Самый внешний Да Слева Самый внешний редак Самый ближний к корню То вы обязательно достигнете Нормальной формы Если она есть Если ее нет Вы будете вычислять ее бесконечно Что поделать Вот Значит Дальше Когда говорят о лямбдоисчислении Очень часто Говорят С точностью До того Что называется альфа-конверсия Альфа-конверсия Это такая аксиома Которая вам говорит Что имя переменной В абстракции Не важно Если У вас есть Абстракция По переменной Икс И потом Какой-то терм В котором есть Вхождение Переменной Икс Вы можете Эту переменную Переименовать Заменить 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 Все вхождения Икс На вхождение Игрека И это будет Тот же самый терм Смысл От имени Аргумента Смысл функции Не меняется Вот Все связанные переменные Можно переименовывать Да Все связанные переменные Можно переименовывать Смысл от этого Терма не меняется Нужно там Быть аккуратным Чтобы у вас не возникло Конфликтов имен Но мы сейчас Про это говорить не будем Вот И все термы В лямбда Исчислении Обычно Рассматриваются С точностью До альфа-эквивалентности Да То есть Лямбда Икс 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 Это один Тот же И еще одно Не всегда Стандартное преобразование Для лямбда Исчислений Иногда его рассматривают Иногда нет Это Конверсия Которая говорит вам о том Что если у вас Была функция И вы завели Абстракцию По переменной Икс И телом Которое является Применение функции К аргументу Икс Да Вот просто Вот здесь стоят Вот так вот Скобочки Абстракция И функция Примененная К аргумент То она говорит вам Что это Одно и то же Вот Да При этом Это отдельная аксиома Бета-редукция Одной из другого Не получается И она иногда Рассматривается Иногда нет Вот Да Вот А теперь мы переходим К такой штуке Как игровая семантика Значит Я скажу про нее пару слов Потом Мы про нее забудем Значит У лямбда Исчисления Были не только Проблемы с С противоречивостью И со всем остальным Значит Очень долгое время Как до сих пор Люди строят модели Для всех языков Программирования Абстрактные модели В том смысле Что вы хотите определить Некоторые домен данных И сказать Что каждая ваша программа Определяет функцию На этом домене Вот И есть такой чудесный язык PCF Расшифровывается Исчисления Да Вот с этими простыми Типами Куда добавили Конструкцию управления Иф И добавили Комбинатор неподвижной точки Y-комбинатор Для каждого типа Вот Это Тьюинг полный язык Оказалось Что при попытке Построить модель Этого языка С средствами Динвенционной темантики В этой модели Есть Элементы У которых Нету Прообраза в языке То есть В модели Есть функция Вычислимая функция Которая Непредставима В терминах Оператора языка Значит Примером Такой функции Является Параллельный Ор Как это не противоречит Нет Это не противоречит Черенполноте И это кстати Очень хороший вопрос Параллельный Ор Параллельный Ор Значит Это просто Некоторый оператор Который принимает Два аргумента Я сейчас отвечу На вопрос A и B Да И Если А Законечное количество Шагов Сходится К true Он возвращает True Если За конечное количество Шагов Сходится К true Он возвращает True И И Расходится Тогда и только тогда Когда расходятся Оба аргумента То есть параллельный ор – это такая штука, что если вы вот сюда подставите омегу, терм, который расходится, а вот сюда подставите true, он должен вернуть true. И наоборот. То есть он не может взять и вычислить одну веточку аргумента до конца, а потом перейти к другой. Но это лениво. Нет. Это, знаете, что-то типа ангельского оператора. Представьте, что вы бы хотели делать по шагу вычислений здесь. Один шаг здесь, один шаг здесь, один шаг здесь, один шаг здесь. И если у вас один из этих аргументов сходится к true, то за конечное количество шагов. Любой. Любой, да, это важно. Любой. А при этом второй может расходиться. То есть вы хотите как-то вычислять так, чтобы вычислять оба их сразу. И вот в PCF это сделать нельзя, но при этом функция вычислимая. Почему это не противоречит тюринг-полноте? Тезис тюринга-черча, черти, черти тюринга, если точнее, да, он верен, да, с точностью до представления данных. Это такая приписка, о которой часто забывают. Если закодировать булевые значения и закодировать параллельный ор в PCF, то можно представить параллельный ор, но не как конструкцию языка, а как некоторую функцию на этом языке. И при этом работать она будет не на булевых значениях, а на представлениях, на кодировках булевых значений в терминах языка PCF. Это не будет вот тип буллин, который присутствует в PCF. И поэтому с точностью до представления в PCF такой оператор есть. Но оператор в смысле языка, что вы просто написали код на языке, который принимает буллин и возвращает, ну, два буллиона, да, и возвращает буллин, написать нельзя. Это такой очень тонкий момент, но несмотря на то, что язык тюринга полный, как оператор вот эта функция в нем непредставима. Но можно написать эту функцию, если закодировать вот эти значения по-другому в языке. И тезис Тюринга-Чорча, он говорит, что с точностью до кодировки. Ну, в общем, он сформулировал такую задачу. Да, их много. Просто вопрос был в том, что вот есть один конкретный язычок, да, есть стандартные способы через доменосклоты строить динвенционную семантику, и получается, что есть элемент в модели, а в языке его нет. И он сформулировал задачу, а давайте построим такую модель как-нибудь, чтобы этого элемента в нем не было. Чтобы модель полностью соответствовала языку, чтобы у любого элемента модели был прообраз в языке. И задачу решали довольно долго. Первое решение предложили в 1994 году независимо две группы ученых из Оксфорда. Это называется игровая семантика. Нам важно... Я не буду рассказывать про то, что это сейчас такое, потому что мы тогда уйдем очень далеко и надолго. Вот. И к теме доклада это не очень интересно. А? Да. Не очень имеет отношение. Важно, что просто есть некоторый подход к описанию семантики, который одновременно задает и динационную семантику языка, то есть через функции в некоторой модели, и операционную семантику языка, то есть модель пошагового взаимодействия. Вот. Да. Значит, и я думаю, что вот про игровую семантику, ну, если кому-то интересно, я могу потом его рассказать, но дальше нам будет не важно. Просто это важный контекст задачи, который будет важен потом. И, значит, в вот 6-м, 9-м, 2006-м году исследователи Деннис и Ринье пытались описать предложенную вот этими господами игровую семантику как раз вот в операционном смысле, в пошаговом представлении, как абстрактную машину. Вот. И предложили несколько, и потом предложили способ редукции лямбдотермов, который соответствует игровой семантике для лямбда-исчисления. И называется этот способ головная линейная редукция. Головная линейная редукция – это такая… То, что она редукция – это неправда, потому что… Что значит, что они предложили? Они пытались определить абстрактные машины, которые соответствуют игровой семантике, которые описывают игровую семантику для разных языков программы. Как эти машины запросятся с редукцией в смысле ЭПА-редукции? Сейчас объясню. Вот этот тезис, что они думали абстрактные… Смотри, значит, есть… Значит, вот, ребят, значит, вот Гордон Полткин сказал, что, ребят, есть проблема для языка PCF. Проблему решили. Каким-то образом? Мы сейчас уносим за скобки каким, потому что для этого нужны теория категории, которую, я думаю, здесь не знают. Вот, и вот эти ребята пытались описать то, что они сделали с точки зрения абстрактных машин. Определить для существующих языков, в том числе лямбда исчисления, вот игровую семантику на некоторой абстрактной машине. И они… То есть, они переделали для вас и макетной процентной? Да, 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 да. Нет, то есть, они не то, что я переделали, они сохранили все свойства, полезные свойства абстракции, но переделали ее в операционную, чтобы люди могли ее понимать. На самом деле, они тут немножко не доделали, но это неважно. Вот, да, значит, и вот то, что они сказали, самое простое представление, которое они предложили, называется головная линейная редукция. Значит, головная линейная редукция – это стратегия вычисления лямбда-термов, где редаксы и бета-редукции больше не используются. Вместо этого вводятся… Значит, и в терме выделяются головные абстракции. Головные абстракции – это те, которые… Вот вы берете самый левый путь в дереве. Те, которые на нем есть, – это головные, все остальные – неголовные. Да, то есть, у нас их две. Значит, вот этот пример, он никакой не осмысленный, не надо спрашивать, что это за функция. Это абсолютно неосмысленный пример, просто он будет проходить через всю презентацию и создан для того, чтобы поместиться на слайде. Вот. Потом определяется такая штука, как простые редаксы. Это некоторое расширение понятия редакса. Вот раньше редаксом были только лямбда-икс и вот собачка – ее аргумент. Простой редакс говорит о том, что головным абстракциям можно сопоставить применения, которые есть до них. Вот эта штука образует простой редакс, потому что… То есть, все, что является редаксом, является простым редаксом. Но если вот здесь вот написать лямбда-очку, то вот эта лямбда-очка с вот этим аппликашеном тоже будет простым редаксом. Интуитивно оно говорит о том, что когда вы уберете вот этот редакс, то если снизу будет лямбда-очка, то она станет редаксом. И вот простой редакс – это простое индуктивное определение по дереву, которое лучше, я думаю, не приводит для… Ну, в кратце, значит, выделяются классы редаксов, да? Да, то есть, ну, смотрите, раньше… Смотрите. Ну, смотрите, раньше редаксом мы называли вот эту штуку. Да, собачку, у которой слева стоит лямбда. Теперь мы говорим, что да, вот все, что было редаксом – это простой редакс, но еще редаксом является вот эта штука. Простым редаксом. И, значит, в чем смысл? Это индуктивное определение по дереву. Вы идете, складываете в стек аргументы применений, и потом, когда встречаете лямбда-очку, снимаете аргумент со стекой и говорите, вот вам первый простой редакс, второй простой редакс и так далее. А вот то, что сверху дуга и снизу дуга – это же единое целое? Вот пара лямбда-игрек и б образует простой редакс. А аппликация за темой там не участвует? Ну, вот эта аппликация участвует. Давайте назовем ее первой, да, вот это второй, значит, вот к ней относятся первая аппликация. Сейчас лямбда-игрек – это где? Только можно лямбду как лямбда-регаприсписать, а и там сверху, то есть лямбда-регаприсписать. Так, лямбда-игрек, они как-то не совсем рядом. Да, они не совсем рядом, и вот простой редакс – это расширение понятия редакса, которое вычисляется как? Вот вы встаете в корень дерева, потом говорите, смотрите, у меня есть элемент B, давайте там, не знаю, положим его в стэк, аргумент B, потом пойдем дальше, у меня есть аргумент C, положим его в стэк, дальше идем, у меня есть лямбда. Прекрасно, я ей сопоставляю то, что на вершине стэка и снимаю его, получаю редакс лямбда-экстэн, простой редакс. Вот, иду дальше, встречаю лямбду-игрек, снимаю то, что есть на стэке, получаю простой редакс лямбда-экстэн. Вот, и вот это называется простым редаксом. Значит, интуитивно, если вы будете делать редукцию, то простой редакс когда-нибудь станет редаксом. Вот, и почему это так? Потому что, когда вы делаете подстановку, вы на самом деле можете подставлять только к концу путей. вы не можете изменить вот этот путь. Ничего нового на нем не появится. Поэтому, если были вот такие лямбдочки, то их можно организовать в редаксе. Просто редакс – это не редакция в прежнем смысле? Да, это чуть больше, чем редакция. Да. Можно стать редакцием, если мы реально сфинфицируем. Да, да, да. Вот, значит, при этом головная линейная редукция, помимо того, что обобщает понятие редакция, она еще и говорит о том, что давайте выделим одно вхождение переменной, головное. Это вот одна конкретная переменная, которая заканчивается в самый левый путь в дерево. И на каждом шаге будем заменять только его. Одно вхождение. Все остальное оставляем нетронутым. Да, то есть вот даже этот х. Все, что мы сделаем, мы найдем соответствующую абстракцию. Если она формирует простой редакс, а в нашем случае формируется, то мы сделаем подстановку вместо этой конкретной переменной. Да, ну, к самой первой букве, которую встретишь, в общем, да. Которую мне название. В смысле, самая первая переменная, которую ты вообще встретишь в терме. И при этом редакс останется, потому что у нас есть другое вхождение, которое когда-то, возможно, придется посчитать, а может, не придется. Мы не знаем. Но работать мы всегда будем только с самыми левой переменной. Вот. И, значит, на этом примере, да, оу, о, выглядит этот пример, это тот же самый пример, выглядит это следующим образом. Да, мы нашли головную переменную, сделали подстановку, получили новый терм. Нашли новую головную переменную, и сейчас он подумает. Да, спасибо. И у нее есть абстракция. Смотрите, вот эта штука, это простой редакс. Вот эта штука, это простой редакс. И вот эта штука, это простой редакс, потому что вот если их схлопнуть, она станет простым редаксом. Вот. И, соответственно, мы делаем подстановку, вместо Y подставляем аргумент, это Z. А в чем преимущество? Сейчас мы об этом поговорим. Вот. Я просто... А что такое? Почему ты... О. Вот. Получили здесь Z, и все. Это переменная. Она связана с головной абстракцией, самой первой. У нее нет аргумента. Мы остановились. Вот. Мы больше ничего не делаем. И вот такая форма терма, где вот здесь вот стоит переменная, у которой абстракция, не связанная никаким простым редаксом, называется псевдоголовной нормальной формой. Это то, что слабое, это слабое? Нет. Это другое? Это другое, да. Причем она не единственная. Да, вот. А здесь ларь, и черт-чурсов, значит, здесь нету? Нет, ничего здесь нету. Вот. Это просто то, как бы, чему это соответствует. Значит, трюк заключается в том, что если вы возьмете простое типизированное лямбда-исчисление, да, где у вас есть типы, значит, в простом типизированном лямбда-исчислении бета-редукция, любая, всегда завершается. Любая бета-редукция. Как ни редуцируя, она завершится. В простом типизированном. А теперь куда? В нетипизированном может не завершиться, но в простом типизированном у каждого терма есть нормальная форма, поэтому как ни устраняй редакции, обязательно до нее найдешь. И если взять каждый терм простого типизированного лямбда-исчисления и привести его в то, что называется, это длинной формы, то есть где каждая функция, каждая абстракция применена ко всем своим аргументам. Да, вот с помощью того, это расширение, которое у нас было, да, что f можно заменить на лямбда-икс f от x. Вот если эта f имела тип из тау в сигму, то мы всегда можем написать лямбда-икс тау и все будет хорошо. Потому что тип вот этой функции и вот этой функции один и тот же, но вот эта функция уже применена к аргументу. И вот если сделать такое со всем термом, то на самом деле у каждой абстракции будет аргумент. Поэтому завершимся мы на самом деле в нормальной форме. Ну, то есть мы сделаем все подстановки, а потом выкинем все простые редакции, которые мы сохраняли. Вот когда мы их выкинем, мы получим нормальную форму, потому что у каждой функции был аргумент, нам всегда есть что подставить. Если нам стало нечего подставить, это свободная переменная.